минфин анонсировал резкое падение доходов россиян помните путин говорил что доходы растут вообще все замечательно на этом форуме смешном да а минфин тут же буквально через день заявил о том что доходы падают реально доходы россиян по итогу 22 года упадут на 6 и 8 процентов да ты так далее ночью видите они уже не первый раз противоречит путину он выступает говорит одно они тут же говорят другое крупнейшие банки останавливают валютные переводы по россии видите какая прелесть то есть еще меньше удастся украсть а раз еще меньше удастся украсть значит еще больше будет денег у путина еще больше будет расти в цене рубль и так далее то есть прикольная ситуация абсолютно путин путин сам себя тушит деньгами то есть как в золотой антилоби помнить когда золото летел из-под копыт вот такое ощущение что он тот самый падишах прям вот пять баллов очень хорошо пусть на россии займется эспресс доставка из магазинов но никак они не знают как применить почту для теперь будут доставка из магазинов эти бедные почтальоны голодные будут воровать то беспощадно вообще просто будет жесть посмотрите если они у них то они заставляли людей лечить да там броды приниматель чё там еще делать уколы просто охренеть никак они не могут придумать что делать после деньги тырят огромные а а под что они даже не могут придумать сим-карты стали платными для абонентов какая прелесть видите то есть везде идут улучшения россии не хватило денег на два мегапроекта ну самый главный мегапроект это расхищение на них всегда денег хватило министерство развития дальнего востока заявила значит что строительство моста на сахалиной железной дороге якутск магадан оказываются не в приоритете но это помните путин рассказывал про эту железной дорогой проект мост как они будут построены молодцы но представьте если бы они были в приоритете сколько там украли денег неизвестные заминировали сизо водник в москве ведь какая прелесть такая случилась сизо водник заминировали то есть иными словами какие-то тоже их стасенсы да я говорю я вообще всегда удивляюсь почему вообще еще все не заминировали ну самый простой путь взять и заминировать все да как помните еще всего на 16-м году 15 будет очень смешно скажет нас тут заминировали приезжайте ментам там куда-то они скажут к нас сами заминировали никуда ехать не может сотрудник правоохранительных органов задержали жителей владимирской области который готовился устроить теракт со стрельбой и взрывами прекрасно давайте посмотрим что мы знаем из этого заявили фсб ну мы знаем что они дегенераты даже в очень коротком абзаце да они обязательно напортачив вот смотрите отмечается что подозреваемый готовился совершить задуманное на фоне личной ненависти к системе госуправления все понятно должен по идее взорвать фсб ментов администрацию еще кого-то но не тут то было во время антиправительства митинга еще раз отмечать что позыреваемый готовился совершить задуманным то есть теракт на фоне личной ненависти к системе госуправления во время антиправительства митинга какая же сверху чему же он должен взорвать тех кто пришел митинговать против правительства да если он на фоне личной ненависти к системе госуправления хотел кого-то взорвать кайчур крым все прочим митинги они запретили можете представить и я понимаю что там работает одни дегенераты ну блять ну не до такой же степени и вот в ярославле произошло интересное событие скоропостижно умер буквально икона российских единороссов андрей золотовский да помните время затянуть пояса потуже и такое неудачную взял фотографию того что там еще ниже там он такой жердя в общем в 47 лет он задвинулся этот единоросс помните все мы смеялись тогда в семнадцатом году что надо затянуть по веса потуже и такая жирная свинья нам об этом говорит ну вот видите он уже затянул поясок потуже только да бывает что я могу сказать это как раз те которые голосовали на пенсию 65 до за каждый перевод сняли по 1360 рублей того за перевод 150 рублей заплатил 2720 рублей слова теперь я понимаю твой накал нерва когда ты говоришь про заставщиков гробу да я согласен что это мрази которые в любой ситуации до устраивают как бы прекрасную жизнь для себя даже если санкции в отношении их они эти санкции придут преодолевают за счет простых людей и